Я всегда вот несколько, на самом деле, со страхом думаю, какое это наше цифровое будущее человечества. И вообще, что нам даёт эта цифровая экономика на сегодня, если так взять? Я прикидываю основные направления, скажем, развития науки, научно-чиннического прогресса. Что сегодня цифровизация дала человечеству с точки зрения развития вот этих основных направлений? Допустим, космос. Мы 60 лет назад пели, что на пыльных дорожках далёких планет останутся наши следы. У нас следов так и не появилось. То есть мы не стали ближе к космосу. У нас нет сегодня средств для этого, материалов, чтобы, допустим, расширять свою экспансию с планеты Земля на другие. Или энергетика. Я вот летал несколько раз на вертолёте над Европой, одни ветряки стоят. Мы когда-то верили в атомную энергетику как некое спасительное для общества, для цивилизации средство чистой экологической энергетики. Сейчас вернулись к ветерикам, тоже, конечно, чистое. Но такой, надо сказать, относительный прогресс сделали. Или транспорт. Сверхозвуковые самолёты, мы от них отказались. Эти скоростные транспортные дороги слишком дорогие. Я думаю, никогда доказаний её не дотянем в ближайшие 30 лет, наверное. Потому что они неэффективные. И даже медицина. Вы понимаете, потому что медицина... Я как-то вот был на хорошей дискуссии в Давосе. Сказали, медицина сегодня чуткая дорогая. Потому что мы научились продлевать болезни, но не лечить их. И даже онкология, которой уже человечество борется столько лет, значит, она по существу, что если зацепит тебя, то рано или поздно добьёт. Хотя это может быть не за год, не два, за 10 лет. То есть принципиально пока информационные технологии и внедрение новых цифровых методов, они кардинально для человечества решить целый ряд проблем, связанных с какими-то прорывами научными или техническими, пока не сделали. Продолжение следует...